Подателю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю приди вселися мы, и очистины от всякие сквены. И спаси блаже души наши. Он нас наставлял для истинной жизни христианской. Даруй, Господи, чтобы ленность отступила от нас духовная, и чтобы просветились мы, как некогда, верой в Тебя, Господи, Творца, при крещении и в дальнейшей нашей жизни. Даруй, Господи, преодолеть испытания эти земные, все эти суету, о чем говорит Соломон. Даруй, Господи, поверить словам Твоим до конца, исполняя все, что Ты заповедал нам. Тебе слава же за все. Честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Послание апостола Павла к римлянам, 11 глава, 13 стих, последний был. Ну, тут 13 стих, последний. Да, 13, 14 стихи. Читаем сразу. Братья, мы начинаем занятие. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Апостол Павел говорит нам эти слова. Блаженный феофилакт. Опять утешая иудеев, сокрушает надмене язычников, говоря, хвалю вас по двум причинам. Во-первых, потому что, быв поставлен в учителя, вам имею нужду прославлять служение мое, то есть вас. А во-вторых, потому что имею в виду возбудить кремности сродников моих по плоти иудеев. Словом, плоть показал свое ростост с иудеями и нежную любовь свою к ним. И не спасу ли, не сказал всех, но некоторых, ибо неприметно обнаруживает их жестокосердие, потому что могло статься, что некоторые, воспламенившись соревнованием, будут подражать язычникам и уверуют. Вот здесь можно параллельно вспомнить слово Господне, когда Господь говорит, «Ой, Капернаум, до неба вознесся, до ада не звернешься». То есть Господь, Он там даже жил в этих местах с иудеями, но как Господь и говорил, что «Я пришел к погибшим овцам дома Израилева». То есть Он пришел первыми оповестить о Царстве Небесном, как мы читаем Евангелие от Марка, и проповедовать начал и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть говорить о Евангелии начал Он первым, сразу в этом своем родном городе, в котором проживал в последнее время. И однако мы видим, по слову Господних, что там не произошло многих чудес, которые Господь на самом деле заготовил для своих сродников и близких по плоти людей и иудеев. Не смог этого сделать, по написанной, не верю их, жестокосердию. То есть они поставили на первое место свои, вот сегодня в проповеди хорошо сказал отец Сысоев, вот эту суеверие свои поставили на первое место. То есть вера в то, что не ведет к вечности. А почему именно была такая у них вера? Вера вот в это земное, все приближенное, потому что это легче. Это как раз не ведет к тому, чтобы исполнять законы Божьи, а ведет к тому, как и в нашей сейчас церкви православной, правило на правило, заповедь на заповедь. Тут немного, там немного споткнулись, поразбивали себе все головы и носы о заповеди Божьей. И ничего не могут исполнить. Даже самого малейшего. Даже того, чтобы женщины были просто в юбках, или чтобы у мужчин не было, не брились, это невозможно исполнить сейчас. Побрились быстро в одночасье, как только революционеры пришли. А теперь назад бороду вернуть невозможно. Как будто бы у всех руки запрограммированы, как чипы вставлены, вот все время скоблиться. И главное, кого не спросишь, все говорят, устала рука-то, устала, вот надоело скоблиться, надоело, и все равно скоблиться. Почему? Ну, это не исполнение заповеди, сатана в этом помогает. Так мы видим и здесь тоже, апостол Павел говорит, как и Господь обращался к иудеям, так и апостол Павел обращается к иудеям. Но тут еще есть уже и расширение качества людей, которые входят в Царство Небесное. То есть еще входят и язычники сюда, оказывается. И Господь, и об этом тоже говорил иудеям. И апостол Павел, помню, в 22 главе, когда он начал говорить, и говорит, и меня Господь послал дальше к язычникам в те страны Малой Азии. И говорит, тут, когда они услышали слово язычники, то они подняли сильный вопль, начали бросать пыль на воздух одежду свою. То есть до такой степени было им невыносимо слышать о язычниках, что это такая ересь была невероятная. И вдруг апостол Павел как раз говорит к язычникам, как легко язычники вошли в Царство Небесное. По вере, то есть по благодати Божией, даром данное спасение Господа. Ну кто еще может что заметил в толковании, или еще какие-то вопросы есть? Вот глядите, как он говорит еще вот здесь. Глядите. Имею нужду прославлять служение мое, то есть вас. Понимаете? То есть то, что Господь говорил Евангелие, и это было, ну Господь Иисус Христос наш, то это было для него, это был он сам, это жизнь его была. То апостол Павел взял на себя, как он и говорит, что облекитесь во Христа, или облекитесь во всеоружие. А что такое всеоружие? Это значит полностью все, что Господь делал, нужно брать на себя. И только вот этим и побеждается сатана. То есть только этим и можно доказать, что мы христиане. А что это? Ну это до конца нужно пронести веру. Как змей прячет голову свою, чтобы сохранить жизнь между камней, так христианин должен всегда быть с верой. При любой жизненной ситуации. Если веры не будет, или ты так скажешь, я сейчас его положу пока в карман, немножко побуду, как Игнатий Ильич рассказывал про это, пять минут побуду неверующим, а потом опять возьму и одену, приклею бороду и все. Этого не может быть никогда. То есть до конца нужно быть верующим и показать это не только пред Господом, а перед людьми еще показать. чтобы видели люди в вашем деле добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Но они же не сразу прославят. Так вот в этом вся суть. И у нас очень сильно полюбили блаженных, Христа ради и уродивых. Почему? А потому что они такие странные, вроде никому ничего плохого не делают, а все понимают, что они верующие, прославляют их за это. Но вот там не об этом блаженстве говорил все-таки Христос. Не то, чтобы быть как бы немножко придурковатым таким человеком. А блаженство заключается в том, чтобы из твоих уст исходил совсем, чтобы и другой запах исходил. Не смрад, а аромат Царства Небесного. И чтобы люди говорили, что он действительно блаженный, не потому что ты сумасшедший, а потому что ты говоришь такие слова, которые не вмещаются в их сердце, которые не просвещены евангельским словом. И все опять мы, опять придем к одному. Евангельское слово. И те два слова, которые Христос сказал. Покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Три слова. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Ну, остановились люди. И что дальше? А дальше Христос говорил. А что говорил он? Это мы читаем в дальнейшем. Вот, допустим, 5 Евангелие от Матфея, 5 глава, рассказывает там Нагорная проповедь, там заповеди блаженства идут. Их разбирают люди всех континентов, миллиарды людей разбирают эти слова. Ну, и сколько из этих людей уверовало во все это? Сколько прошло этими заповедями блаженства? И действительно стали блаженными? Ну, мы не знаем, но их очень малое число. Это, говорит, как капля отличается от моря. Вот такое сравнение этих людей. Ну, и мы здесь собрались как раз для того, чтобы в нас вместилось Слово Божие. И мы стали морем проповеди для других людей. Чтобы только они с нами столкнулись, и сразу они получили познание о Господе нашем Иисусе Христе, о вечной жизни. О том, для чего вообще они существуют. Не для суеты же это. Брат, вот это вот еще и. Имею нужду прославлять служение мое, то есть у вас. Ничего у тебя нету сказать. У вас. Ну, а не результат его проповеди. Это мое служение, значит, вы служение. Он и прославляет. На сегодняшний день как-то можно пример какой-то нам привести? Мы тоже чье-то служение. Можно рассказать на сегодняшний день. Вот мы сейчас не ходим на благовестие. И даже, наверное, уже года три мы забыли про это и говорить. А раньше мы ходили. И это было несколько лет назад, когда мы ходили на благовестие. И я даже теперь вспомнила, в каком месте и с кем я была с Людмилой Степановной. И встретилась моя однокурсница. В институте мы учились вместе. И я ей давала визитку. И что-то я ей засвидетельствовала. Говорила ей о Христе, о спасении и про церковь. Вот помню, что я ей говорила о церкви. Но не помню я теперь, что я ей говорила конкретно. Я вчера домой прихожу после службы уже вечером. И мне звонок. Вот эта женщина нашла меня. Каким образом, я не знаю. Но она мне представилась. Она говорит, я Валя Титова. Помнишь меня? Мы с тобой учились вместе. Но я, говорит, с тобой встретилась когда-то вот там. Я сразу не поняла, какая... Но потом я вспомнила. Говорю, да я тебя по голосу даже не узнаю. Ну, студентами были, мы учились вместе. Конечно, я ее не помню и не знаю. И она говорит, вот ты мне давала тогда визиточку. А я никуда не пошла. А теперь у меня есть нужда в этом. А я уже не могу пойти. И вот она, вспоминая, что-то, наверное, у нее побудило вот это. Обратиться ко мне и искать помощи. Я говорю, ну вот, Валя, у тебя там церковь. Ты, говорит, кто? Я говорю, я православная. Мы в православной церкви. Я говорю, ну я тебя не могу пригласить. Это далеко. А вот у тебя тут это... Иоанна Богослова тут недалеко от тебя, где ты живешь. Я спросила предварительно, где ты живешь. Сходи вот туда, в эту церковь. Там познакомишься с людьми, познакомишься. Она и говорит, так я уже даже по комнате едва хожу. Я тогда поняла, зачем ей надо. Ей нужна помощь-то, научиться. Она говорит, я даже не знаю, как мне, что мне делать. Как ей вот обратиться-то? То есть она все же вот это, то свидетельство, которое когда-то, когда-то было посеяно, вот оно где-то пробудилось в ней, и она стала искать. Не знаю, каким образом она меня нашла, телефон мой. Не знаю, ничего не могу сказать. Вот. Я говорю, тогда я завтра, если Бог позволит, живы, будет. Я приду после обеда. Вот так вот прорастает. Это свидетельство. Потому что мы ходили. Но я хочу еще такое пояснение дать, что почему хвалится именно своими делами, что он проповедовал? И почему хвалюсь именно вами? Да потому что, кто вы были раньше такие? Кто-то был пьяница, кто-то убийца, возможно, был. Кто-то блудник был. Но когда произошла встреча со Христом, то есть было посеяно семя, Слово Божие, человек изменился. И он пошел за Христом, исполняя заповеди его. Вот поэтому он и хвалится. Я хвалюсь вами, потому что вы наглядный пример того, что как вас Бог изменил. Печать, говорит, моя. Ну, можно так сказать, что, наверное, Господь наш Иисус Христос это единственное существо, которое искренне заботится о людях. То есть человеколюбие его и милосердие нет предела. Потому что если мы возьмем других каких-то, ну, сравнить с Христом никого нельзя, ну, сравнивают, ну, почему? Потому что как бы руководители людей, возьмем там великие, там и Ленин, там и Сталин, это Гитлер, то они заботились-то не о людях. Хотя говорили, что забота о людях, а в конечном итоге все заканчивалось какой-то помпезным строительством, опять камнями этими, тысячелетним рейхом или мировой революцией какой-то. А Господь здесь вот через апостола Павла нам показывает, что все заключается в самых людях. Еще тут давайте, если можно. Да. Они-то исполняли повеление или как указание правителей мира сего. А апостол Павел исполняет повеление Божие. Потому что Христос сам ему встретился на пути и сам сделал его апостолом. Не ходил он апостолом-то вместе с апостолами. Он же потом ему встретился на пути в Дамаск, когда он шел. Ну да, тут он говорит, что я апостол не жище. Да, и он уже повеление исполнял не правителей мира сего, а повеление Иисуса Христа. Ну вот еще можно, еще здесь можно немного сказать о том, что вот как апостол язычников говорит. Как апостол. Ведь это сочетание апостол-язычников, за это, конечно, камнями побили бы сразу. И апостол Павел ничего уже не боится. Ну потому что сила Божия, благодать Божия сделала великую перемену в его жизни. И он понял, для чего его жизнь нужна. И почему таким сложным путем Господь его провел. И веру такую дал, вроде бы, и потом против себя как бы настроил. Ну, помните, как он, когда пал слепой, ослепленный божественной благодатью, и Господь говорит, Савл, Савл, тяжело тебе идти против вражна. Кто ты? Я тот, которого гонишь ты, Иисус Назарянин. И тут его обращение начинается. То есть это, ну не каждому было, конечно, дано. Но и Господь показал, что Он избирает таких ревностных людей из ревностнейших. Которые были ревностны, но в законе Божьем, опять же, Он был ревностный. Не просто в чем-то там, в убийство каких-то. Значит, 15 стих 11 главы. Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? И толкование. Если прогневавшись на них, столько даровал другим и сделал врагов друзьями, то чего не дарует, когда примет их, то есть евреи? Тогда будет жизнь из мертвых, то есть нескончаемые блага, ибо на них указывает словом жизнь. Вместе с этим намекает и на нечто возвышеннейшее. Именно на то, что как воскресение из мертвых будет зависеть не от принятия иудеев, так и спасение других будет зависеть не от них же, если те не будут иметь веры. Все это говорит, казалось бы, в пользу иудеев, подавая им освежающее питье, как часто поступают врачи с тяжко больными. Ну тут я не буду говорить, ну всем понятно. Потому что на эти слова-то надо все равно что-то сказать. Мы же не можем так сказать, мы сейчас тогда все прочитаем и все добро. Отвержение их, примирение мира. Но вот это скажи как-то и дальше пойдем. А без отвержения наводит примирение мира? Или надо вначале отвержение? Или как? Тут речь идет о чем? Ну да, 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 развивает мысль-то. Ну и хорошо. Ну вот все все знают же. Сестры может кто-то хочет сказать. Отвержение их, примирение, давайте еще раз. Ибо если отвержение их, примирение мира, легко же все, и понятно, да? Отвержение евреев от Христа, это примирение мира всего. Ну евреев сколько, их совсем мало. Вот этот фильм, помните? Хороший-то. Я легенда. Когда заболевание произошло по всей земле, и девушка там с корабля-то, с пацанем там, и она ему говорит, по всей земле было 6 миллиардов людей, умерло, говорит. Все 6 миллиардов умерли, осталось только 12 миллионов людей. 12 миллионов. Но это все вот эти деградирующие вот люди, вот эти монстры. И всего лишь, говорит, 500 тысяч, ну нормальных живых осталось. И цифры, как раз, говорит, именно еврейские. Что евреев столько. Евреев на земле 12 миллионов сейчас. Остаток. Как раз. То есть, как бы остаток. Остались только жить, только те люди, кто... А, нет, это не так. 12 миллионов осталось, а 600, 500 миллионов вот этих как раз, которые вы... Да. То есть, получают, ну... То есть, как бы прикровенно говорится здесь о евреях. То есть, живые, кто только евреи. Ну, фильм такой, про масонского склада, однозначно. Остальные все это монстры, которые не имеют права жить. Вот так вот евреи видели весь мир. Всегда. И когда они поднимали восстание против Рима в 66-м году, это просто немыслимо. Кто знает историю, и римлян, и их владычество, несокрушимое. 66-й год, это первый век Рождества Христова, это было, ну, не просто величайшее государство, но это как вселенную Господь Бог установил. Вот так вот было, владычество Рима. И евреи подняли против них восстание. В самый расцвет Римской империи. Как это можно было? Почему они это сделали? А это все дало вот это их гордость. Это презрение к этим недочеловекам, к этим зверям в образе людей. Гоя. Но Господь им и показал. И закончилось все в 71-м году сожжением Иерусалинского хана. Ну и можно, как бы, созвучие здесь идет. Если евреи себя не пожалели, зная, что это восстание породит, конечно, отмещение от римлян, оно так и было. В плен было взято всего 75 тысяч иудеев, остальные были убиты. Говорят, что, ну, историк Иосиф Лавий, по улицам Иерусалима поток крови шел, как река. То есть, римляне заходили, резали всех. Ну, женщин, детей никуда не денешь, они там лежали уже голодные, там, полуметвые. И они всех вырезали. И из домов кровь выливалась на улице. Миллион сто тысяч, приблизительно, цифра убитых в Иерусалиме. Как раз празднество было, когда его заперли. И осада была, продолжалась в течение почти двух лет. Ну, такие были тогда жестокие времена и нравы. Но дело-то все в том, что и Господь говорит, остаток спасется, и апостол Павел через Господь. Говорит, остаток иудеев спасется. Или спасутся они, но только в том поколении, которое примет Христа. То есть, спасение все равно будет от евреев. Именно. Но все равно спасутся не все, то есть, не так, что поднимутся из могил, все и все спасутся. Праведники спасутся, это понятно. Ну, а так, в основном, то, что они сделали со Христом, то, что они сделали с верой в Господа, это все, ну, никак не относится к исполнению законов Божьих. Поэтому апостол Павел здесь, он и говорит об их отвержении иудеев. То есть, они как бы сыграли свою роль в исполнении законов Божьим человечеством. Ну, а теперь они отошли на второй план, и теперь язычники показывают пример. И вот как раз он об этом и говорит о ревности, которую не возбудит ли он собой, как и один из последних евреев, который верует в истину. 16 стих. Если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви. Толкование. Начатком и корнем называют патриархов, а целым и ветвями. Тех из потомков их, которые уверовали. Итак, утешает неверующих евреев, говоря, и вы будете святы, если уверуете. Ибо необходимо, чтобы целое и ветви были подобны начатку. То есть, то начатку, а эти корню. Если же вы не уподобились им, то это служит признаком великой порочности. Ну, великой порочности, порочность это уже грех. То есть, понятно, это то же самое, как говорится о том, что и малым наречется Царствие Небесное. Ну, как малым? Малым это значит грешник. То есть, в Царстве Бога Отца человек будет геене огненной. А не то, что он там в Царстве Небесном благо будет получать просто маленькие такие небольшие, а праведник больший. Нет, конечно. И то же самое здесь говорится, признак великой порочности. То есть, корень был целый, корень был добрый, который тебя питал, а ты не смог, а вы ветви не смогли принять это все. Корень же из земли все высасывает питательные вещества и поднимает все это, эти сотки к ветвям. ибо необходимо, чтобы целые и ветви были подобны начатку, то есть, то начатку, а эти корнил. То есть, тут последовательность еще говорится, последовательность. я прошу, Игнатия Тихоновича пояснить, малым наречется в Царстве Небесном, что это значит? Малым наречется в Царстве Небесном, Господь говорит. Кто исполнил, тот большим наречется, а кто не исполнил, тот малым наречется в Царстве. Я вас спрашиваю. Вопрос. Это место никто истолковать не может. Я нашел впервые только у Златоуста. Он говорит, малыми заповеди называется заповеди блаженства. Блаженны, кроткие, нищие. Он говорит, давайте так разберем. Кто нарушит одну из всех, то есть, я не кроткий. Ну, не кроткий, а дерзкий, своевольный. Войду в Царство Небесное, а туда войдешь такой, какой умрешь. Нет. Ну, и дальше перечисляет. Нарушение одного из девяти малых этих заповедей, как он называет, малое означает новое, только что возникли, только что опубликованы. Будет он в Царстве Божьем? Нет. А тут написано наречется малейшим. А он говорит, о Царстве Небесном что называется? Ну, рай, не только. Читаем у Тимофея, говорит, и в Царстве его, Царствие называют пришествие. В момент пришествия Христа это явление и Царствие. Пока я тебя приблизил Царство Небесное. Приблизился Христос. Христос, Он и есть Царство Небесное. Как бы олицетворяет, Он приводит с собой. И поэтому в момент прихода Христа в этом Царстве, в приходе, Он будет малейшим, то есть ничтожным, брошенным в ад. Вот как. Нигде Он не спасется. А как? То есть Он не уничтожится. Он не сгорит, как солома, как вот некоторые люди не признают, что человек будет мучиться. Они говорят, а у него души нету, а он нигде мучиться не будет. А Он говорит, нет. Он спасется как бы из огня. То есть как спасется? А перед престолом Божьим в одном месте Библии написано, книга пророка Даниила, 12 глава, перед престолом огненная река. Зачем? Всем людям придется пройти через огненную реку. Праведник, как сияющее золото выйдет, а грешник, как обгорелая головня. Это Ефрем Сирин говорит. Вот и толкование. Малейшим, то есть ничтожным, я встречаю в интернете. Ну, ребята, видно, что он обратился, может быть, года два-три. И Евангелие считает. Толкует все по-своему. Я ему пытаюсь вот это место, я говорю, малейшим, а золотоуст говорит, ничтожным. Он будет брошен в огонь. А зачем мне золотоуст? Мне Дух Святой открывает. И видно, что ревностный человек. И я понял, что это я. Это я мог быть таким. То есть во мне все это было. Дальше другой. И он с бородой сидит какой-то на английском, языке говорит, американец. И тоже толкует все по-своему. Но только по-другому. Он ему не друг. Третий говорит, это не харизматы, не бегают, не прыгают, нормально говорят, но толкует совсем по-другому. Я потихоньку пытаюсь сказать, но есть толкование святых отцов. А мне это зачем? Там Елена Уайт, там Мормон, там Мароний какой-то. Зачем мне это нужно? Дух Святой сам открывает. У нас и Дух Святой почему по-разному, диаметрально противоположное. Кто-нибудь есть плоти Сына Человеческого, а у вас причастия нету? Или что, новое Евангелие написали? У меня сразу в черный список заносит. Не просто из друзей выходят, а в черный список. Вот и все, твое спасение. Это я тебя должен был занести в черный список, чтобы ты из дома не выходил. А я тебя приглашаю, награждаю, даю, чтобы тебя как-то пробудить. Не пробудишь. Вне церкви нет спасения. Все абсолютно сектанты одинаковые. А так Христе толкует, он умер за меня, я свободный, поэтому я свободный, я знаю, а одеты по-мирски, и женщины в брюках, там и накрашенные, и что, я вижу какие, они друг на друга даже ропщат. Я говорю, а почему ты не говоришь, что вне церкви нет спасения? Да кому церковь двое, трое? Церковь там, где есть законно рукоположенное священство. Без священства церкви нету. Это просто собрание людей. Вот сейчас у нас священника нет. Это не церковь. Если мы священника не признаем. Ну, у нас просто он через неделю приедет. Поэтому малейший, ничтожен, бойся быть. Павел говорит, стремлюсь к почести высшего звания. На листалища и выйдут многие, но один получает награду. Поэтому так подвязайся, чтобы быть первым. На меньшее не согласен. Только на спасение. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Отломившимися ветвями назвал неверных евреев, ибо они сделались недостойными святаго корня. И прекрасно сказал, отломились, ибо никогда Бог не отвергал их так, хотя они многообразно согрешали. А вместо их отломившихся привит, говорит, ты, язычник. Не сказал, ты посажен, но привился. И тем уязвляет иудея и показывает, что на древе иудея, то есть на патриархах, стоит язычник и стал общником корня и сока, то есть достиг от Бога одинаковых с иудейскими благородства и славы. Итак, не возносись и не тщеславься перед ветвями. Что же польза от этого отломившимся ветвям? Ведь держать свойственно корню. Видишь ли, как только по видимости хвалят иудеев, стараясь лишь утешить их. Впрочем, и этим поощряют иудеев кревности, показывая понесенный ими вред и то, как другие получили их собственность и владеют ею. собственность имеется в виду духовная, а не, конечно, телесная. Я сейчас всем скажу, всем встать, а теперь всем сесть, всем сказал встать, всем. Все. Мы теперь сели на сон. Вы участвуйте в этом. На что сели? На сон. А это? Я когда бывал в церкви и священники говорят, то я всегда старался знать, какое место писания и к каждой проповеди готовился, не говорил. Вот, допустим, ну, 35 лет или сколько, я ни разу в церкви не говорил проповедь, не был рукоположенным ученицом, но готовился к проповедям, как будто я священник. И вдруг нашелся такой священник, кандидат богословских наук, мы с ним едем там в троллейбусе, и он говорит, сегодня такое, ты бы еще сказал в церкви, а он меня хорошо знает, ко мне домой заезжал, так что сказать, у меня проповедь готова, а ну, какое, какая, ну, пока едем до храма-то, я ему говорю. Он только выходит и сразу начинает говорить все, что я ему говорил. Знания у него были очень большие, но вот это как бы смирение его, желание достучаться до сердца каждого, вот это близко было. И как-то каким-то образом Бог давал выходить. Вот один раз мы ехали, ну, с другим священником тоже, и он дорогой, ну, прям спорил, спорил, насчитался воиной Яценесского, дух, душа и тело, а я ему стал говорить, а совершенно неправильно воина Яценесского рассуждается. Феликс, он не понимал даже здесь, так он, ну, теперь он канонизирован, ну, мало что канонизирован, писание-то, нет у человека никакой тройственности, у него только дух, дух, или душа называется, и тело. Человек дуалистичен, не троичен. И он всю дорогу спорил, ну, вот мы туда приехали, в Москву, и ночью, тайно, пришли к нам навстречу три епископа. Вот какое время было, тайно. И мы стали беседовать, и один из них бряхнул, вот это дух, душа и тело. А он со мной это отодспорил, а уже все принял, а я даже не знал. Я молчу, он в это время начал нам доказывать, как надо, и всех разбил. Нет ничего этого, человек дуалистичен. Вот он умер, душа пошла, а что, дух в отдельное место пойдет, или куда? Душа вышла, душа его в нем. Но иногда душа называется духом. Приступили к духам праведников, к духам праведников, достигшим совершенств. А в другом месте написано, видит душу, убиенный под жертвенником. Он называет так. И все. Слово душа имеет в Священном Писании, кажется, 28 значений. Значений разных совсем. Иногда душой называется весь человек. Из Иаков приехало 75 душ. Ну ты не понимаешь, что там сидели какие-то невидимые и наслах. Это обыкновенные души. У меня, говорит, семья, 5 душ. Душой называется весь человек. Или дочь, там, Емора, там, сына Сихемова, прилепилась к Дине. Ну, не думаешь, она вылезла и как пластилин там к стеклу приклеилась. Полюбил, означает чувство любви. Называет душа. А душа, ты мой ангел, там, вот это разные слова. И разные, разные значения. Иногда духом называется одно, другое, третье. Надо же все это знать. А от кого ты знаешь? От святых отцов. Мне ни разу ничего в Священном Писании не было открыто. Мне одно место, одинастыка, было открыто, чуть-чуть. Когда рабы спали, враг-человек сделал это. И слово враг-человек через ефрис. И мне оно стало понятно до того, как я прочитал Златоуста. Ну, я сам это понял. Так я не мог утерпеть, на крыльцо выскочил. Кто пойдет, кому сказать. На крыльце стою, и никого нигде нет. На охоту сказать. Что такое? Как Златоуста мог все это терпеть, столько откровений имея? Вот так. Следующие стихи. Скажешь, скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверие, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Заметь ли, как он говорит? Я ничего не мешаю, то, что говорю-то. Он говорит, а ты скажешь, то есть, он, Павел, разыграет, как бы на две роли. Я говорю, ну ты-то эти слова, почему не говоришь? Ну ты должен был сказать, ну а не, чтобы я привился, они отломились, а ты евреи, жены, да то другое. И поэтому я иногда этим методом пользуюсь, ну ты-то еще мне не спрашиваешь, ты должен этот вопрос был задать, а я за тебя его задаю, а теперь сама отвечаю, опять, и опять отвечаю. Так ты понимаешь или нет, что они отломились, чтобы ты привился? Это ради тебя. Они ничем не хуже тебя, евреи были, но Бог взял так, чтобы ты привился, место дать. А они потом обратятся. С евреями воюют, а сами даже не знают, что еврейские имена. Я говорю, а тебя как звать-то? Ну я Иван. Да где ты имя-то взял-то, как бы не от евреев? Так это русский Иван Мария. Да Иван-то это русская и Мария русская. Это оба имена, еврейские имена. Русский. Откуда ты взял-то? Ну Богородица-то русская была. Я говорю, и что лучше? Что она, Ивановна была? Мария Акимовна. Ее род идет по Иосифу, по коленам. Да ты что? Так что, я еврейке кланяюсь, что ли? Ой-ой-ой. Это наша такая вера. Перед евреями род она закрыт. Быть благодарным и за них молиться, чтобы они обратились. И все на этом. Вот у нас была тогда еврейка здесь. Она не вообще не была, приходила. Фаня. И она принесла целый список государств, где гнали евреев и сколько убили. У меня брошюрка такая была. Я говорю, ну почему ты не задумалась, что в это время русские люди взяли бы, составили тоже такую же брошюрку на шесть бумные люди и сказали, наши были где? Были вот здесь в Китае, были в Австралии, были там. И где нас гнали? И нигде прочих нигде не гнали. В эти же государства были евреи, всех всегда гнали. В Испании выместе всех, чтобы не было. Иван Грозный сказал, чтобы ни одной евреев в стране не было. Почему вас гнали-то? Почему вы не говорите-то? Это все люди во всем мире злые, а евреи хорошие. Вы, приходя на какую-то территорию, людей в упор не видели. Вы старались всех покорить, прижать и уничтожить. У вас заложено это было. И за что гнали-то? За что вы гнали-то? Вы думаете, что весь немецкий народ сумасшедший был? Почему они Гитлеру-то поверили? Он сказал, жить не будем, пока хоть один еврей будет живой. Решение еврейского вопроса это уничтожение евреев. Полное. Почему? Они видели на глазах, что они делали евреи во время голода и прочее. Ну, говорит, ты задава тот фильм поставил. Так что он прав Гитлер? Конечно, не прав. Это сатана в человеческом образе. Но мы должны до конца договорить. А если бы они правильно делали, правильно делали, гонения не было бы. Что, русских-то почему не гнали нигде? Русская эмиграция рассеялась по всему миру. Их нигде не гнали. А везде брали на работу, потому что в шахтах везде русские дороги строили. Ни один еврей-то этим не занимается. Он только сказал, банк, как других, процентами загрести, храма даже закрыть и без процентов. Ну, Тарас Бульбу считает. Храм не откроешь. Он начинает на русских людях вверхом ездить-то. Вот почему. Так а вы что, антисемит, там, ну, против евреев, что-то. Ты можешь меня назвать как угодно. Но я каждый день за евреев молюсь, за многострадальный народ, что они Бога не знают. А они могут быть, могут, но они не могут одновременно. Почему? А это закваска. Им это назначено. Они тревожат весь мир. Они как пробный камень точил. И говорят, смотрят. Вот люди, смотрите на нас и не делайте так. От обратного. Грамотная, умная все, но вся задача только золотого тельца и привести антихристок к власти. Больше у них нет задачи прийти к мировому владычеству. Ну, у всех задачи. Россия и русские. У евреев нету, что Израиль и евреев. У них нету. Евреям принадлежит весь мир. Конкуренцию составляют им сейчас мусульмане. Ислам будет во всем мире. Ислам будет уничтожен полностью. Ни одного из мусульманина может не быть. Они не понимают это. Так, а кто тогда будет? Еврей. Еврей будет. Из колена данного. Три с половиной года. Всемирный владыка. Вот эти чипы, все, всемирное слежение будет. И тогда ни купить, ни продать будет. Так, кто-то, если это евреи, так подняться, да уничтожить их всех-то. А как? И для чего? Это план Божий. Среди всех народов, один избранный народ, который будет все время тревожить, как закваска, чтобы мы искали лучшего, высшего. Глядя на них, Христос же не сказал, пришел к погибающему Израиля, а к погибшим отцам Израиля, к погибшим. Он пришел к мертвецам. И как они его? Они его не приняли. Стефана побивают. Он говорит, кого из пророков не гнали, отцы ваши, назовите. То есть они абсолютно ненавидели пророков. Какого они возьми, убили, распилили, что угодно, утопили, побили камнями. Почему? Это в Божий план входило. Чтобы люди были мучениками, пошли на небо. Вот это инициативное, инициативное было движение против христиан, Нерон. Сейчас доказывают, что это была наложница еврейка, она побудила Нерона к этому. Ну и что? Все позади. Ты помни, от евреев ты получил Библию. Все. Молись за них. Им верено Слово Божие, но они его не сохранили. Поэтому, чего не знаешь, лучше проболчи. Мне понравилось одно, обо мне судят всякие. Я одного священника из Нижнего Новгорода. И говорят, вот такой есть лапкин, мы говорим, он говорит, я прочитал все. Знаете, в его пользу говорит то, что он насчитал Библию из Златоуста. А другое, данных очень мало, я советую воздержать, ничего не говорить. Мы можем согрешить. Понятно? Один только, а другой, не знаю, он еще это плетет, это секты, какие-то там родноверсы, белое братство, звенящие кедры, там все собирают. Это сегодня, в этом году, в 2012, там Кемеровская епархия выставила, какого-то Евгения посадили, и он ниоткуда не взял, а почему вышел из крестоводержанской общины Волкова. А пресс-таки все набрали. И хорошо, что у Волкова ничего больше нет. Они на этом останавливаются, дальше не идут. А если бы они считали, они бы меня побили камнями. И он не одобряет Московскую патриархию. А что это? Господь Бог, что ли, Московскую патриархию? Я говорю, как надо. Отойдите от властей. Без мирских властей патриархия дня не проживет. Нигде. Вот это самое страшное, что есть у них, они слова не держат. И вот это я и говорю всегда, не прерыв, надо жить по совести. А по совести жить практически все писатели призывают и поэти. Здесь доказывает, что язычники не потому избраны на место иудеев, что иудеи согрешили, но за веру, которую обнаружили язычники. Итак, где, казалось бы, не излагает язычника, там показывает, что падение иудеев было неизвинительно. Но исправляет он тех и других. Ты, язычник, скажешь, что ветви отломились, чтобы тебе привиться? Да, отломились, но своим неверием, а не потому, будто Бог обязан тебе честью той. Ибо ты держишься верой, привившись к корню. Поэтому бойся, потому что привитие не есть дело природы, но веры. Иудеи были сыновьями патриархов по природе, однако неверием отломились. Тем паче бойся ты, привитый, пощадит ли Бог тебя в случае твоего падения? Если бы хоть одно рассуждение в газетах было-то, ну никогда вот с этой позиции не рассуждают, а просто евреи захватили власть, они влияют на Путина, они влияют на все, давайте, ты с позиции Библии, во святий Библии, и ты увидишь, что твои места закрыты. Они отломились неверием, тебя привил, Бог дает веру, ты благодари Бога. Ну а разве нельзя евреев там что-то сделать, как-то изгнать? Пытались. Притом во всемирном масштабе, такие, как Гитлер и Сталин. И где они? А они набрали такую силу, которую даже сами не подозревали. Ни в одном государстве мира, говорит, такой власти еще не имели евреев, как сегодня в России. Это не кто-то говорит, а их руководитель. И что, быть тому? А давайте мы спасем, мы не спасти. А кого спасать? Сегодня тревогу бьют, там демографическая, фу, проблема это слово. Презираю просто. И что сделаете? Парни не хотят жениться, а девки не хотят рожать. Это прям криком кричат. Ну и все, вопрос кончился. Нация исчезает. Она изжила себя, ничего не будет. Нет, мы в 12-м в каком году, в 1613-м пришли, тогда было тоже вот такое, разброд. Я тоже был болен, да выздоровел, но не в сижу время, когда-то помирать при этом время. Ну нельзя эту аналогию повторять бесконечно. И сжила себя нация. Шанса выжить ни одного нет, никакого. Просто, ну чудо, Бог сотворит и малым количеством приведет к вере. Сейчас показывает, как ракетные установки, ломают. И были такие неуязвимые, назвалось Сатана. Само название это ракета, Сатана. И вот уничтожают, это благодаря еще Ельцину, это все ролики написано. Правильно, все уничтожают, Сатана его уничтожать надо. А теперь никакой нет возможности обороняться. От кого? Да-ка нас убьют. Нас и так убьют, меньше крови будет. Поэтому я нигде не осуждаю, что правители так делают. Почему я с позиции вечности. Это назначено быть. Это план Божий. И они его, даже не понимая, они его выполняют. И все. Читаем дальше. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, прибьются, потому что Бог силен опять привить их. Толкование. Не сказал, видишь заслугу свою, но благость Божью. Ибо все есть дело благодати Божьей. И пребывать старайся, не сказал, в вере, но в благости. То есть до конца жизни делай достойное человеколюбие Божие. Если не будешь поступать так, то будешь отсечен. Так и иудеи были бы привиты, если бы не продолжали оставаться в неверии. Ибо не Бог сначала отсек их, но они сами по себе отпали, отсеклись неверием своим. говорят, что Бог не пощадил, имеют в виду, что Бог не милует иудеев, но почитает их недостойными общения и общества святых предков. Весьма мудро устрашает Павел язычника тем, что случилось с иудеями. А иудей примером случившегося с язычниками внушает смелость привиться верой и обнадеживает его упованием на могущество Божье. Силен говорит Бог привить их. Он делает все, что превышает надежду наши. Вот вы рассудите, что евреи, они и тогда были такие же евреи, так же обирали, так же они угнетали других людей, ну почему Павел про это не говорит-то? Такие же жестоковыные были, так же кровь проливали, их правители говорят, Иерусалим от края до края кровью наполнил. Ну а Сыдеки когда начинает говорить. Ну Павел, почему ни одного отрицательного качества евреев не приводит? А они не изменились, они такие и есть. Они уже пришли из Вавилона, у них уже Талмуд, почему они другими не были? Шульхана Руха говорят, только что написано не так, но это уже в крови у них был, да это не имеет никакого значения. Это они написали такое, что игоем русским не помогали святый еврейский врач, не помогали, если она упала роженец или где-то помоги столкни дальше это написано а на деле это ведь я не знаю где мне операцию делали евреи почему он меня не зарезал а потом вторую операцию мне делать так он мне еще так уж случилось это я в реанимации а он стоит рядом а не кто-то доктор медицинских наук первый заместитель губернатора я говорю ашохите якобы Нахмановича еще он выполняет еврейские постановления убить как русского что плести то с евреями нельзя мыть с евреями нельзя ходить лечиться у них а кому лечиться пойти к русскому банке к коновалу я не знаю насколько верно говорят у Сталина врача личного не было а только приходил какой-то ветеринар знакомый хороший знал медицину и все никому не доверял ну и правильно делал зачем доверять если только одному Гитлеру верил больше никому не верил Сталин только одному доверял человеку Гитлеру который сказал я не нападу пакт а не нападение я до конца верил в это так вот здесь если говорят об евреях вопрос надо склонить к тому приняли и не приняли вера и не вера я верой держу все его мнение меня совершенно не интересует меня интересуют слова апостола Павла почему они его так ненавидели тоже объяснено вы поняли что я говорю где сегодня говорят об евреях вы разговор переведите на эту главу это какая глава 11 в 11 главу их затащите послание криминам все по ней я буду рассуждать об евреях больше ничего не надо иначе вы поплывете а они выставляют что евреи говорят без нас вы дня бы не прожили мы такие важные он говорит где вы важные покажите дальше перечисляется это там ну Плесецкая там прыгает мне это нужно от нее вы без нас евреи не проживете вы не пашите мы пашем хлеб вы наши едите масло вы наши едите а твои бумажки эти зеленые кому они нужны когда они все кровью пропахли а ты так не рассуждай у тебя есть шанс ему помочь накормить накорми считай его врагом даже враг голоди накорми ответ один я когда начинаю говорить они не знают что сказать я говорю а то у меня было ну когда везли на этапах и как ко мне относились самые строгие были которые этап везет новосибирские зверье а я вспоминаю о нем добром как они ко мне относились подошли бумагу карандаш дали ручку чтобы я написал в соседнем купе женщины ехали звери в туалет не водят я сказал меня повели а потом я походотайствовал они другого повели ну в самом деле свирепый просто конвой евреи да если бы они знали чем занимались я говорю они знают чем и помогали мне деньгами издавать книги добыть того не может ну что тебе перечислять по именам буду но это Бог делает если твое дело угодно Богу Богу тогда Бог и врагов примеряет с ним Соломон это знал мне очень крупные люди евреи помогали буквально везде и ходотайствовали и лечили и все я не еврей да хатада ааа раз вам КГБ помогало выходит сотрудник КГБ а когда евреи сказали да как вы еврейский прихвостить вы висят крутитесь перед ними наоборот смотря на как развела какую деятельность еврейка что я антисемит и меня судить надо и ну все такое я просто верю написанному в священном писании этот народ должен быть благословляем проклинать нельзя это я понял а как благословлять Господи пусть они обратятся все примут тебя как мессию и Бога истинного все ну вот мысль у меня такая что во Христе нет ни иудея ни эдина то есть нет ни язычника ни еврея вот сейчас мы тему эту подняли вот евреи а во Христе ведь мы все одинаковые и то есть если мы живем в этом обществе то есть получается скажем так язычники уверовав в Бога и Иегова становятся духовным Израилем то есть мы уже становимся новым вот этим духовным Израилем и видимо евреям того времени это не нравилось что как так вот мы вроде бы евреи у нас предки мы нам все должны быть в почести а тут какой-то еще и вот начинается вот этот разговор я просто наблюдаю за тем что собственно в чем трудность-то отломились не отломились все понятно что человек если уверовал во Христа спасается не уверовал не спасается а при чем тут вот зачем классифицировать уже именно в этом контексте надо классифицировать верующий неверующий но здесь не так рассуждение поставлено здесь написано еврей не еврей и еще Христос вот получается так а вот значит для того чтобы именно тех евреев которые считали себя именно спасенными уникальными поставить на место и сказать им что ваша уникальность она уникальность была до Христа теперь новые правила теперь когда язычники пришли и узнали об этом что евреи возмущаются и недовольны могут сказать вот видите вы какие ничего вам теперь не будет все теперь по новым правилам а теперь уже апостол Павел начинает объяснять и язычникам пишет не к евреям послания к римлянам пишет язычникам в основном это обращение и пояснение но и объясняет и о их и о другой природе то есть читать то мы читаем а вот все равно какие то мысли должны как то пробиваться я вот просто в начале не мог понять зачем этот вопрос муссируется мне непонятно допустим вообще для чего вообще зачем поднимать вопрос еврей не еврей вот уверовал и теперь как спастись я понимаю вот послание к эфицианам там описывается будьте брата послание ну в разных посланиях он описывает правила благочестивой жизни а зачем вот этот вопрос муссировать зачем поднимать еврей не еврей ну давайте закроем эту тему мы все не будем а вот однако он все это подробно расписывает а теперь понимаешь я понимаю конечно павел был практик это был не теоретик и в римской общине где были евреи и язычники уверовавши между ними возникли несогласия евреи говорят к нам пришел Христос поэтому старостой должен быть я священник должен быть еврей епископ еврей но вы вас Бог принял но вы сидите на задних скамейках айки говорят что на задних скамейках вы распяли кого сидите вот теперь и сидите там теперь мы должны павел тема другим теперь доказать тебе нечем гордиться ты язычник они отломились не верим вообще о массе еврейской говорит а дальше говорит какое должно быть отношение к евреям павел конкретно говорит послание к рим о римской общине о ненормальной обстановке где каждый выдвигал себя ну свою нацию доказало ее преимущество перед другими перед язычниками а вот тогда осаживает евреев а язычник голову поднял вот тогда его по макушке и ты тоже сильно-то не возносись ты веру тащи по еврея опять поднимается он еврея хлопнул следующим стихом и он так наконец уравнял все вы братья во христе смотрите по данным кто будет у вас начальник если бы вот так сегодня рассуждали поверь так сегодня у нас в думе везде не было бы ни одного ни еврея ни язычника они не поверят а по хитрости по подкупу по коррупции там лезут а кто они там сейчас перечисляют сколько миллиардов у этого у Жириновского где там Путина перечисляют меня это абсолютно не касается верующие или не верующие вот войдите во свет Библии и все рассуждения должны быть только а посюда сейчас все всякие экстремистские движения исчезли и не будет никаких да как мусульмане все захватили ну захватили мы проехали по стране и мы это видели но никого нету они на пустое место пришли хвост работы лишили нет а их нанимают на работу у нас в деревне работали и нанимали армян там были кто приезжал узбеки а русских нет почему все пропивают а эти работы это видели вот асфальт Ленский проспект как отремонтировали и работают из них там наверное 90% не русских были почему они не пьют не пьют ни одного узбека у нас пьяного здесь нигде не валялось конечно это не евреи евреи с лопатой там не будет евреи в это время думают как от каждого процента снять ну и пускай ему это положено Господь разрешил вот все время какой-то ропот на кого-то не надо этого делать войди в священное писание и утишься Божий план я думаю когда еще только землю Бог сотворил потом человека и у Бога уже было разнаряжено как будут идти события что Ален Данлес скажет комитет 300 как будет завершение мировой истории и кратко это написано у меня были евреи евреи писатели умнейшие люди просто умнейшие и они мне помогали я говорю ну ты православный да я православный исповедуюсь причащаюсь я говорю а ты не веришь что протокол лосевских мадресов это да это же подделка царской охранки ладно ваше мнение такое мое пока сокрытое ну а сейчас вот что там написано в мире так делается как там написано ну так да как оно само по себе так выполняется и такую глобальную задачу подчинения всего мира и они ничего не могут сделать до времени пока Бог назначил кто это делает ну ты веришь в том что конец мира будет ну так написано ну а ты веришь что перед концом мира три с половиной года будет на всей земле один царь и этот будет еврей молчит ну что таится апостол Павел говорит из колена Данова ну да ну почему не из цыганского колена то не из русского ну ты в это веришь так в один ли день подготовить чтобы весь мир ты посмотри поди на вокзал какая там идет сколько народу движений и всех надо под одно и чтобы его приняли как Бога сейчас фильмы-то такие идут когда он сказал я Бог как все закрутились последнее решение это его было война там Китай вот это будет если ты еврей и ты веришь в священное писание православное ты должен понимать кто-то должен подготовить это просто так его не примут вот это сейчас глобализация все это все идет подготовка к поцарению антихриста и ювенальная юстиция это все из одного мешка это они делают ну а теперь я как да никак я молюсь стал помолился и меня это вообще не касается а ты только думаешь о себе конечно я думаю о себе через добро другим мы эгоистичны через самоотдачу считаю что это единственный верный путь подготовиться к встрече Христа мы не к встрече антихриста готовимся он сейчас здесь взорвется и мы умерли но и кто где будет а рванет сейчас никого нигде не будет здесь так же было не с нами с одними да ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине то тем более сие природные привьются к своей маслине ну продолжается та же тема только вот как объяснил Ибназий Тихонович то как бы в пользу евреев какие-то слова сказаны то наоборот обличение евреев то язычник поднимет голову и он его как бы успокаивает словами то язычник удостается и постепенно приводится к этой вот тут еще с одного вопроса еще один такое сравнение природная маслина если рассуждает ты язычник которому по естеству сродно зло и который имеешь предков подобных дикой маслине отсечен от отсечен от них верой и что было не в природе твоей привит к хорошей маслине то есть к патриархам то не тем ли паче возвратиться к своей маслине то есть к отцам своим иудей которому по природе сродно добро когда же слышишь что Павел говорит по природе то понимай естественно и последовательно например естественно было чтобы сын святого Авраама был свят наоборот выражение не по природе понимай не естественно и непоследовательно например не естественно чтобы сын скверного язычника был свят то есть природа имеется ввиду не телесная а именно духовная что если вот отец святой человек воспитал сына святым и так далее это считается природой в этом смысле а не то что по телу если вот он евреи значит у него там нос горбинка там еще что-то как-то речь идет о благочестивом образе жизни они они природном вот этом а именно патриархи основателям рамы дали его дети вот они именно передавали наследство свое духовное авраам передавал исаку исак якова якова было 12 сыновей там они грешили в конечном итоге все равно знали бога единого и воспитали так своих детей вот это свято святой корень он продвигался дальше а потом уже там начались деления а у язычников и не и этого не было жили в грехе отец сыну передавал только греховные как блудить лучше как убивать легче то есть все это он объяснял и это видел даже ребенок и чё тут какой может быть корень то конечно скверно одна важный звонок в одном большом селе священник против нас потом я попытки как-то с ним встретиться и батюшки ничего это не дали никак мы там уже были свидетельствовали потом скажу где ну и он они как-то влияют вот как сейчас светлана капелло то на ней там буквально отыгрываются попы и там целый репертура составляет что она могла и не петь даже там выше есть так и эти он с библиотекарем и игорь кажется глушков или барабаш отвезли книги и они вдруг отказались и они мне звонят что делать теперь я бы подите после библиотеки школа они в школу школа сразу приняла директор а там один человек который ну не согласен что в церкви делается ему попало в руки к истинному православию и 29 том и он теперь а где остальные я говорю там он пошел в школу то они школа переезжает переезжает ясно дело что они его предложили эти книги взять и он говорит ягода ты возьми догадали у меня все уже на столе и он еще с одной там женщины которая какой-то там тоже должен занимать и мы с ней сошлись и она считает тоже она полностью согласна как написано и как я я ему не разрешал хотел встретить себя грунт и с ней если хорошие связи то может приехать он говорит нет мы уже решили пока все не прочитаем встреча хочу встречать тебя когда вы с нами здесь вот это самое правильное решение поэтому михаила кальма вот так было я тебе еще дам когда в книгах все вот и посчитайте сидите вот сейчас засвидеть вас это уже у меня примерно третий звонок и книги работают как будто я нахожусь там они еще к этому не могут добавить сегодня у нас дети здесь занимались и я просил надю руководителя чтобы пели бог и его воспели но это интересно выглядит бог и его а такие вот стоят крошки теперь увидят то православное там они войдут тупик как так а после этого научатся их как правильно креститься крестное знамение они раз а то что это один того это какой-то и его виски и жид он не знает больше это больше нам белого братства там звенящим кедром бы виссарионов братство но он и не знает видимо а кемеровская епархия знает она все собрала и братство и епархия это это братство делая и виссарионова все собрали это видно что священник и что мы в патриархийном храме и наш епископ и наши дети прищищаются они вообще как будто бы ничего не видят ну что стадо манкурта это страшное состояние не знает листа ну это хорошо вы смотрите за мной наблюдаете значит я чего-то стою а я за вами не наблюдаю даже не знаю как звать и в интернете ставят вместо себя ну какой-нибудь там или бегемот или святок что то и не имя не фамилия все вранье а у меня имя фамилия паспортные данные телефоны я быстро иногда по телефону люди звонят у них ничего нету пустое место бегемот а у нас только про нас вот таких вот это 600 с лишним роликов фильмов пожалуйста бери смотрю вот и звонок и человек которого я никогда еще не встречал как михаила кальмаева притом когда рассказывал здесь говорит я когда сказал можно поехать а игнатий сказал зачем ехать то да и вот это как меня удивило как-то а зачем ехать у вас есть с пленки слушайте их но он стал добиваться уже через год я ему разрешил приехать а потом принял крещение мы никого не зовем к себе мы не можем размножаться только так сильно кто желает тогда за вопрос сняты мы разрешим прийти один раз к нам а если понравится останется ну продолжаем беседу это именно как сейчас мод какое модное слово разводит он их всех по местам одного на свое место посадил другого на другое всем да и похвалила одновременно и укорил чтобы вот сложная человеческая душа и вроде хвалить нельзя и не хвалить нельзя вот тут надо узнать грань ибо не хочу оставить вас братья в неведении от тайны сей чтобы вы не мечтали о себе что ожесточение произошло в израиле отчасти до времени пока войдет полное число язычников и так весь израиль спасется как написано придет от сиона избавитель и отвратит нечестие от иакова такая вопрос сейчас на такую порядку надежда андреевна а в один где работе работе на работе а ты прошлого свечения не было она в годовом собрании было нет нет а еще заболела я работала просто отпросился на службу работала просто отпросилась дело в чем марина секретарь наш дебунова она зачитала членство и она там зачитала а я стою рядом не слышим еще да я как-то не обратил внимание уже в этот же день меня спросили а что вадим разве член общины я говорю нет а как так а там зачитаны я стändern позвонил то у нас все это и feeding z Alone джерва по звонил то есть sting рядом сидел не знаю я гарского нас порядок приема подают заявление и на церковно-приходском собрании не общее собрание церковно приходское согласно устава нашего и совершается это да это прием я позволил батюшки батюшка крэтм от батюшка может ему так я грика как этого Церковно-приходской это священник, это староста, я староста, и как, меня не поставили в известность? Этого быть не может, без меня вы никого не примете, потому что я в церковно-приходском совете должен полный состав, батюшка не знает. Я тогда еще кому-то позвонил, сестры там, которые, ну, вы слышали? Ну, одни говорят, да, другие нет. Так что он не член, членство только через церковно-приходской совет сказать. Может быть он услышал и скажет, я член, чтобы его не обольстил никто этим. Значит так, вот я не хотела говорить, но я скажу, я вас благодарю за вашу большую искреннюю к нам любовь. Вы нас прям выталкиваете с общины, прям выталкиваете, прям всеми бронхами, всеми своим здоровьем выталкиваете. Вы не хотите меня и Вадима. Теперь Вадима. Да. Вадиму очень тяжело, он потерял семью, он потерял детей. Нет, чтобы ему помочь, нет, чтобы его поддержать. Вадим плохой, Вадим такой. Так, сейчас, он подал в том году еще заявление о том, во-первых, он принял крещение в самых первых рядах, он не член общины, он первый был крещеный. Но он теперь не имеет права быть в общине. Потому что никак не могут, значит, ну что, Татьяна вам звонит, Евдокия вам звонит. Почему он у вас в общине? Он не достоин выгнать. Семьи выгнали, детей лишили. Выгоните отсюда. Да гоните, Игнатий Тихонович. Гоните ради Христа. Большой любовью от Христа гоните. Марина подошла, мне это сказала, что вы с Севастьяном подбежали и спросили у нее, на каком основании ты вписала Вадима в члены. На каком основании? Она сказала, я сказала, батюшке, батюшка, я его включаю в списки. Он промолчал, потому что заявление в том году подано. Вы прибежали против. Вы подняли опять этот вопрос. Человеку плохо, надо добить его. Добить, чтобы человек упал. Повтор, разумеется. Упал. Все. Ну все, повторю. Спасибо. Низкий вам поклон за вашу искреннюю любовь пред Богом. Хорошо. Все, да? Понимаешь, нет? Во-первых, ты сказала, Севастьян подбежали. Никто никуда не бежал. Мне как Марина сказала, так я сказала. Так, подожди. Все. Я тебя не перебивал. Пожалуйста, спокойно. Марина стояла вот в шлюзе рядом. И рядом стоял Севастьян. А я отсюда, тут и бежать негде. Всего движения один шаг. Я шагнул, и они здесь рядом. Я спросил, Марина, а ты засчитывал? Я даже не знаю. Мы читаем молитву оптинских старцев. Какие бы известия я не получил, со спокойствием, совести. Ты говоришь неспокойствие. А это не дает здравого мышления, предвзятости. Ты сказала, Вадима выталкивает это не соответствует действительности абсолютно. Что из общины его никто не выталкивает. А наоборот. Даже когда я услышал такое, не то что в общине, а вообще что приходит, он не в общине. В общине это те, которые члены общины. Я сказал, нет никакого основания ему запрещать приходить. Я им объяснил. Все разъяснил. Так что это не соответствует действительности. Второе. Не просто не соответствует, а является неправдой. А неправда есть ложь. Тем более тебе. А тебе вообще речи здесь нет. А меня выталкивают. Ну ты просто говоришь, что не то что, а абсолютную неправду говоришь. Дальше. Дальше ты помянула, что Вадим в числе первых принял крещение. Ну и что? Но в числе первых он ушел. В числе первых ушел. И ты дальше этот момент выбрасываешь. А почему ушел? А ему ничего не стало надо. Ты сама знаешь, на каком обмане все это строилось, на обмане с вашей стороны. Вот это самая большая наша греха. Нет, нет, осторожно. Я тебе объясню. Объясню. У меня на квартире жила моя племянница. И они тайно с ней встречались. Ты это знала. И батюшке никому не говорили. Вы ее от меня выкрали. И теперь она плохая. Ну вы сами нашли. Моя мама, когда отец стал в Семьзане так вести, она прибежала с ребенком к родителям, а ушла бегом, называется самокруткой. Ну без благословения родителей. Они даже дверь не открыли ночью, говорит, нашла без отца. Любимого отца. И мама говорит, как я благодарна родителям. Я вернулась, а после этого еще девять ребятишек родила. Вот так. Так и здесь. Ты знаешь, этот разговор какой был. Вы обманом ее взяли. Мы с батюшкой пошли тогда. Она училась на портной где-то, а ее там и нету, оказывается. Она оттуда выходит раньше времени. Вадим ее на машине катает. Потом ее до трамвая. Я ее со трамвая встречаю. Я знать еще не знаю. И домой ее веду. Она у меня на квартире жила. И на этом все. Это ее обвинять в этом не надо. Дальнейшее. Вам никто никак не вмешивался. Подожди, Надюша. Подожди. Остались как есть. Я его ни в чем не виню. Я рассказал ей, что как правильный прием и в общем. Только и всего. Мы с ним ездили. Никаких к нему претензий не было. Нигде. Кроме того, что он не слышит и не видит и не зазирает. Что бы я ни говорил, он ничего не видит. Он сидит как истуканый. Даже меня как будто бы и нету. Ну, это о чем-то говорит. Хотя бы одно слово ответь. Сколько бензина? Он ни разу не ответил. Сидит. Вадим, я спрашиваю, сколько бензина заправляется на следующей станции или нет? Как будто меня вообще рядом нету. Какая же это вера? Я говорю, ты меня то ли зазираешь, то ли презираешь. У меня рядом-то сидит не кто-то, а Третьяков. И все отвечают. Так что здесь речь идет всего лишь о том, член он или нет. Если он думает быть членом, значит тогда надо заново пересмотреть весь этот путь. С момента, как он ушел и до момента, как он решил быть. У нас порядок у всех одинаковый. Мы количества не набираем. У нас принятые правила. Они зарегистрированы в Краевом отделе юстиции. И я когда услышал, что член общего, как он мог быть членом, когда Бессарковного Приходского Совета. А в нем состоит кто? Севастьян. Член Приходского Совета. Я состою. Батюшка. И никто из них не знает. Как могли? А Марина сказала, я Марине сказал, Марина, а ты разве это не знала, какой порядок? Ну я сказала вот то другое, Марина тебе сказала. Сказала она правильно. Никто никуда не бежал. Это началось даже, ну знаешь как, когда с кем-то по телефону говорят, а тот не стал. И тот слышу, бросил трубку. Ну как ты мог услышать, бросил или выключил? Бросил, значит, показать, что тот раздраженный был. А я спокойно, как гораз, гевал стою. А это кто-то такой. Говори, пожалуйста. Так, теперь вопрос. Кто подал заявление, чьи заявления не рассматривались, а они члены общины? Знаете? Я не знал, что даже заявление подано. Не знал. Кто? Кто подавал такие заявления? Знаете? Нет, не знаю. Какое заявление? О чем? О приеме Вадима? Нет, не Вадима. Уже о других я говорю речь. Не знаю. В общем, кто больше подавал? Кто еще подавал? Кто заявление вот перед этим подавал? Кто не подавал? Перед этим прямо не знал. Ну, в Альбомире, в общем, по порядку. Никто без рассмотрения, без рассмотрения, они, это... Такого у нас не было, что без рассмотрения. Все, которые сидят, вот здесь члены общества, все подавали заявления, все писали и всех рассматривали до одного. Юля, скажи, кто подавал? Кого не рассматривали и члены? Фаина Соломоновна была такая, тоже хотела стать членом общества. Погромче, говори. Фаня Соломоновна, ее тоже заявление рассматривали. Такой пример тоже. Не про нее. Но она-то пришла с матерью, она была несовершеннолетняя. И получается, когда выросла, она уже как-то не в общем-то. Но про Фаню Соломоновну речь-то идет. Да при чем то есть Фаня-то? Да нет. Фаня-то не по Фаню. Она подавала заявление. Сейчас объясню. У нас был... Вот я хочу сказать вот такое вам слово. Вот запомните вот этот вот разговор, запомните. И вы увидите, что мы будем, и я, и Вадим, выдворены от вас. Потому что вот именно все поддерживают, Игнатий Тихонов поддерживает своих сестер. А сестры бьются всеми неправдами, вот только от нас избавиться. Даже то, что мы в общине, в общине, и то вот уже все. Вот последнее, что будут лишить. Вы знаете прекрасно, что в том году были дети, мы их не видели. Севастьян с ними ездил отдыхать. Севастьян хороший. Он достойный быть отцом. Вадим не достойный быть отцом. Я не достойная быть бабушкой. Подождите, пусть все знают. В этом году, в том году все это перемололось. В этом году то же самое, то же самое. Совсем не об этом речь. Дети приезжают, опять приезжают к Севастьяну. Севастьян ведет их в Борный Алтай отдыхать. Вадиму не показывают. Мне тоже не показывают. Да я не достойная быть. Мы не достойные быть, понимаете? Не бабушка, не дедушка. На работе. Не отцом. На работе. Был бы Виктор Андреевич, он бы сказал. Был бы, он тоже бы вам сказал. Ну ты понимаешь, у тебя ни одного слова здесь правильно. Я поддерживаю сестер. Каких именно? Назови. Своих сестер. Ну назови по имени, кого я поддерживаю. Евдокия приезжала, подавала письма. Подавала. Вы обязательно нас разбирали. Давай, Евдокия моя сестра. По интернету разбирали. Ты не можешь даже разговаривать нормально. Она подавала. Что она подавала? Неправду. Ну какой она ложь? Неправду-то. И вы нас по интернету протащили перед всеми. А подожди, что перед всеми? Ваши вот методы. О чем ты говоришь? Я Евдокию поддерживаю. В чем я поддерживаю? Поддерживаете. Поддерживаете своих сестер. Это ни одно слово не говоришь. Ни одну сестру я не поддерживаю, во-первых. И я в этом деле занимаю такую позицию, что ты удивляешься. Как обычно я делаю правду. Я совершенно нейтральный. Я никого не слушаю. И ничего не знаю. Ты здесь ни одного слова правильно ты не сказал. Сейчас обожди. Запишки, дети. Ни одного слова. Тем более, если с Вадимом мы говорили, в твоем присутствии все вместе говорили. Когда были. Дело вон, что ваши какие дела. Вадим там оставил, а там она ушла. Дети. Я вообще ничего не касаюсь. У меня приехала сестра, и она хотела передать письмо. И говорит, а вот смотри, Надежда Андреевна, можно я передам? А я вижу, что в письме там написано так. Я говорю, знаешь, не надо пока. Почему ты считаешь не надо? Я говорю, я считаю не надо. И это письмо было здесь в печке брошено. Чтобы тебя лишний раз не раздражать. Она много там высказала. Она второй раз приезжала, и второй раз письмо дальше в печке не прошло. Чего ты городишь-то? Да батюшка нас разговаривали, чтобы батюшка нас разбирал. Значит, остановись. Батюшка мне легче. Ты не хочешь. Это у нас Тарасия Николаевна была такая. Вы делаете все, я никогда из общины не уйду. Я разницы никакой нету. Я никуда не уйду. Я не стою ни на какой стороне. Вообще, я знаю только одно, надо молиться об этом деле. Я когда попытался дорогой с Вадимом поговорить, хотя бы несколько, он ни на одно слово не отвечает. Ни на одно. Я говорю, Вадим, давай порассуждаем, как правильно тебе поступить-то сейчас. Время-то идет, жизнь-то твоя идет. Он вообще не реагирует на слова. Ну какой же член общины? Он в упор не видит никого. Какой член общины? Вот и все. Это не все. Это один из главных моментов. Как с ним разговаривать? Я не могу ни повлиять на него, ни поговорить. Он вообще не реагирует никак. Но он молчит. Но если сорвался, я дальше вот как тебя не могу остановить. Вадим, остановись. Я вижу, что сейчас он может что-то на машине. Остановись машину хотя бы. Останови машину сейчас. Я не могу машину остановить. Абсолютно. Это у нас была Иннокения Ольга. Абсолютно неуправляемая. Я тебе рассказываю, как есть. И поэтому Вадиму оказана была честь. Он ходит, ничего не нарушает. Я за него всегда заступался и говорил. Где приходилось нашими говорить, я говорил, Вадим, перед нами ни в чем здесь не повинен. А там, что у него есть, детей присудили ей, она приняла там другого. Это ваши вопросы. Меня они совершенно не касаются. Я даже полслова ни разу нигде не сказал. Защищаю ее. Я сказал только одно, что она находится в смертном грехе и выхода у нее никакого нету. Кроме как только уйти от человека, с которым она живет. Вадим не пьянствует. Я им подтвердил. Чем? Очень просто. Другую жену он не завел. У него нету никаких смертных грехов, чтобы ему отказались сюда приходить. Ты что городишь-то? Несешь. Я сейчас был в Томске. Сколько раз приходилось говорить. Я объяснял, почему она ходит. А он с иконом приходит с вами. Он ничем не нарушил нигде. Он не нарушает. Остается на занятии и прочее. И самое большое дело, что он съездил с нами. И я благодарен ему до его смерти. До своей смерти буду. Ты не права здесь. Я вот к чему сказал, что членство принимает. Я вот какие слова сказал. Простой порядок. Значит, заявление нужно вынести на церковную приходскую среду. Это его не уносили. Его не было. Ты на нем присутствовать не будешь. Ему не надо защитника. Игнатий Иванович, уже долго идет. Я хочу сказать так, что надо терпеть просто. Ну, тут ясно, что терпеть. Но если мы столько уже терпим, не можем никак до конца прийти вообще. У нас кто? Епископ, кто и так далее. Ну, тут этот-то вопрос как-нибудь потерпите. А то, что там Вадима никто не выгоняет, мы с вами разговаривали. Это напрасно все. Никто не выгоняет. Это... Ну, конечно, хотелось бы, чтобы что-то там может быть такое до конца. Ну, нету пока этого. Игнатий Иванович, он долготерпеливый, видите сами. Я вообще не касаюсь. А община вся. Ну, человек против Вадима. Ну, кто что имеет против Вадима? Да никто ничего не имеет. Дашь ли разговоров мне? Никто ничего не имеет. Волятся наоборот. Слова говорила, которые совершенно не подтверждают. Можно еще сказать. А за тебя, сестра, так вообще, тут, мне говорится, все горой. Первый раз от вас услышал, Надежда Андреевна, чтобы кто-то думал, чтобы вас вообще не было. Тем более, особенно... Вы мне дорогие, например... Сатана под язык вложила эти слова. Нет, это... Это мнительность. Вы что-то себе накрутили, вот в общем ничего... Ну, хорошо. Вот я спрашиваю людей, 22 человека. Кто слышал или видел какие-то признаки, что Вадима или Надежда Андреева хотят выдавить это из общины? Никто. Ну, кто-нибудь. Обвинение. У тебя ни на суде, нигде тебя никто не поддержит. Это просто клевета. Да нет. Притом клевета перед Богом. Ты просто греха не боишься. Клевета. Вот и все. Ну, это понятно. Надо долго терпеть, Надежда. Ты молись об этом деле. Это Бог, чтобы уменьшить сердце. Надо долго терпеть. Найти свою какую-то вину в этом. Да, конечно. Так вот будет-то все равно не по-вашему, а по-божьему. Вот именно. В том-то и дело. Правильно. Когда мы тогда у нас беседовали, ты сказала, какое бы решение суда не было, мы примем как от Бога. Говорили? А теперь подали на Краевой, им снова нужно ехать, опять судиться и прочее. Ты сказала, свои слова теперь топчешь. Сказали, мы примем как от Бога. Суд прошел, детей туда присудили. Теперь мы с этим не согласны. А мы на детей не претендуем. Мы претендуем на то, что Севастьян подал, чтобы по-среднему, как в Москве, он платил по 11,5 тысяч. У него заработок 6 тысяч, а он должен 11 платить, чтобы я свою пенсию отдавала, и он отдавал. И Севастьяна, я спрашивала при всех. Севастьян, это ты подал? Он сказал, да, потому что у меня там дети, и я переживаю. Севастьяна, не надо сейчас пока, я просто скажу. Чтобы они были сытые. Что они говорят, я поясняю. Что они говорят в обвинении Вадиму? Он, когда хотел детей взять, то он представил справку. Справка-то там в деле пришита. Что я получаю там, ну сколько, допустим, я к примеру говорю, к примеру. 20 тысяч, мама моя не работает, с детьми она может сидеть, у меня здоровье отлично, детей мне. Когда детей туда, а теперь платить элементы надо, он сразу, у меня заработок, я все, 2 тысячи нет, я больной, мама на работе, и прочее, и прочее. Теперь две справки совершенно диаметрально противологии. И мне говорят, как это может говорить человек, ну судья говорит, а судья говорит, я говорю, я ни той, ни другой справки не видел и не знаю. Я просто отошел от этой темы вообще. Я ее не знаю, никого не знаю. Ты знаешь, что она стояла? А она, Раиса Николаевна, сказала, хорошо, что оставил, о детях не заботился, о другом. Я говорю, ты что говоришь, при тебе? Я ее сразу оставил, ты что говоришь, ты сейчас не зайдешь к нам сюда, пока не покаешься перед тобой. Ты что говоришь? Что хорошо, что она оставила Вадима, Настя, она взяла другого. Раз Вадим не заботился о какой-то там теперь, новый муж, и он заботится о детях. И Раиса Николаевна одобряет, стоит, ну и правильно сделала, что ушла. Ты помнишь это? Помнишь? Это было на выходе, и я ее не запустил сюда, пока она перед тобой не попросила прощения. А я тебя хочу выгнать, и ты в уме или нет? У меня не только не было мыслях, а даже не приходило никогда этого. У меня дня не было, чтобы я вас не молился, чтобы Бог устроил как-то это дело. Ты что в самом деле? Ну собери даже всю, в общем, соседей не будут спрашивать, не знаю. Нет ни одного человека, который хотя бы намек того, что тебя хотят выгнать или Вадима. Ну начало это пить, он ничего не делает. Вот батюшка приехал бы, батюшка приехал бы, и вы бы тогда бы этот вопрос подняли. Нет, вот вас сегодня именно надо в этот день сдать. Ну тебе не учи меня, а ты не учи меня. Ты уже лезешь, ты меня не учишь, где мне их там поднимать? Зачем ты ко мне? Я нахожусь среди своих братьев и сестер, и сказал, потому что общее собрание было, засчитывалось, я ко всем и обратился. А вот не тогда, батюшка, ты уже залезла очень далеко, мной командовать не позволено. Я при том ничего не сказал, спросил, вы слышали, засчитали вас члены общества? Засчитали. Он не член, это была ошибка. Что я сказал? Раз ошибка, и надо выправить. Батюшка говорит, нет, нет, ну все тогда, и тогда вычеркните. А Марина, а я подумала, подал заявление. Там не написано, что это падут заявления, а ты подумаешь и можешь вносить. Так нет. У нас будет голосование. Сарковно-приходской совет, 10 человек. И никто не поддержите, выгоните, я понимаю. Ты понимаешь, тебе это не в пользу. В пользу, в пользу. Все это обсуждается в пользу. У Бога ничего просто так не бывает. Ты говорила, с решением суда мы будем согласны, какое бы ни было. Это твои слова. По детям. А мы по детям сейчас ничего не подаем. Комментарий, Ирина, ты говорила, какое бы ни было решение суда. О том, чтобы нас сняли эти 11,5 тысяч. Это можно проиграть и займут. Те, которые 300 тысяч у нас уже долгу, чтобы с нас это все сняли. Потому что это уже идет под квартиру. И мы будем бомжи. Как они хотят, чтобы мы были бомжи. Они так и хотят, чтобы мы были бомжи. Поддерживайте. А ты не заступайся. Повод всему этому дал Вадим. Оставил семьи, уехал. И ни на день, ни на два. Речь идет о годах. Вот в чем дело-то. Ты уж дальше договаривайся. Она как брошенная, уже тогда вышла. Ей год это не дает. Но суть-то вот какая была. Разрешите сказать слово. Я сейчас скажу тебе, что любил брать в долг и не любил отдавать. А на этом тогда его и поймали. Под квартиру подъехали. Надежда, ничего сегодня не надо. Все на этом, конец. Не хотите правду слушать, да? У тебя правды нету, поэтому ее не надо здесь. Правда, потому что она уже с ним упала, поэтому она знала, что Вадима надо куда-то, хоть на север, хоть куда, избавиться от него. Да мы не о Вадиме сейчас говорим, а о приеме только в общем. Он с детьми уехал к матери в Бишкек, а она-то с ним встала особо лучше. Надя, с ними разбирайтесь, я не разбираюсь. Я к тому только сказал, что прием в одном порядке делается. А ты хватила, дети, суды. Это ваше дело. А вам сказать ничего нельзя. Ну согласна, что ты обманом ее из моего дома вытащили. 18 лет простить не можете. Да при чем проститься? 18 лет простить не можете. Да я не прощаю. Все вот это вот поднимает этот вопрос и по глазам. 18 лет бьете по глазам. 18? Сколько можно бить по глазам, а? Ну сколько можно? Я говорю, 18 лет. Сами учитесь, сказали, и все, и в сторону. А вы дергаешься. Что дергаешься? 18 лет. Что ты психованная такая? Я говорю, 18 лет вы не приносите покаяния в этом воровстве. 18 лет. Перед вами что? Вы ее вырвали оттуда, вы ее нашли. Ну и теперь любите ее. Нашла без отца, любимого отца. Она у меня на квартире жила. Вы ее обманом вытащили от меня. 18 лет не можете простить. Да я рад, что вы ее взяли. Прощал вы от тебя. Я взял, я ее на себе нес. Ночами встречал, ходил ее. Вы ее своровали от меня. Своровали, как невесту в Грузии воруют. Поэтому любите ее. Я вот о чем говорю. Я вас только просила прощения. А ты куда-то просил. Каждый год просила прощения. Выйди из этой каши. Каждый год. Каждый год просила. А вы простить не можете. Да нечем прощать. У меня еще нет. Я только рад, что вы ее взяли. Не бейте по глазам. Не бейте. Хватит. По глазам видит. У меня даже судился, ни один судья по глазам не решает. А по документам. Вы ее выкрали, ты в этом сознаешься. Да, так было. Обманывали, обманывали меня. Встречались на стороне, довели. Ну не любите теперь, я говорю. Чего же теперь вы из дома-то выгоняете и... Примиритесь теперь как-то. Значит, с чего начали? Вадим не член общины, и он должен там или поднять, найти, и тогда на общее собрание вынести, если оно будет вынесено. Иногда и не выносят, потому что... Вот у нас был Андрей Марков, приходил из Старобрядцев. И он подал заявление. Но его даже не рассматривали. А он подал зачем? Чтобы здесь начнел у нас ту жену оставить и жениться. И жена стала к нам ходить, но когда убедилась, что ему ничего не святит, она перестала ходить. А у него... Он года два у нас был и вернул. Мы говорим, иди, где ты пришел. Он к Старобрядцам опять ушел. Вот просто так эта община у нас не такая, что любой пришел и ходит. Нет, по закону даже, по правде... Ну, ты помнишь, Старобрядец был, Андрей Марков. Ничего у него не получилось. У нас тут много уже пытались найти невесты и прочее. Так, вопросов у вас нет, наверное, поблагодарим Бога. Так, у нас мы остановились на... Надя, я тебя прошу прощения, если ты что-то думаешь. Я тебя не думал ни обидеть, ни иметь на тебя что-то. А я у вас каждый год прошу прощения. Ничего нет. Каждый год прошу прощения. И вы простить не можете. Надюш, ты это выдумываешь. Я бы не просил. Ты это умею или нет? Да перестаньте вы нас вспоминать 18 лет, что было. Я бы как-то так тоже поднимается. Боже, милость, будь мне грешеного. Создавый меня, Господи, помилуй меня. Бесчиславец ты грешил, Господи. Прости меня, грешеный, и помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесную, утешителю души истины, и живездецей, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, овны, и очистины от всяких скверных. Спаси блажь и души наши. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, проси беззаконие наше. Святые посети, исцели немощи наши, имей Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже исти на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем ложняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука ваго, ибо Твое есть Царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, слава Тебе за этот день, за эту святую возможность преподать Тебе, хвала Тебе. Избави нас от всего, что не славит имя Твое Святое. И о чем мы рассуждали, Ты все устрои по воле Твоей, Святой. Благослови правителей в нашей стране, обрати их на путь спасения, дай им страх Твой, Святой. Продли еще мирное время, дабы многие могли познать Тебя. Благослови патриарха Кирилла, епископа Священства, дабы они познали волю Твою Святую, и не преследовали детей Твоих. И Святое благовестие да распространится по всему миру. Найди новые души, которые не знают Тебя. Укроти гордость непокоривых, несмиренных. Ибо только кроткие наследуют землю. Слава Тебе за это место, где мы можем преклоняться перед Твоим величием. Посети узников, томящихся за слово Твое, Константина, Александра, Людмилу, и невидимых там страдальцев по всему лицу земли. А обрати тех, о ком мы молимся, которые не познали Тебя, Михаила, Александра, Людмилу, Карена, Леонарда Василия. Помилуй и спаси детей Твоих. Тебе Божья слава, хвала, счастье, поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С миром Божьим. Спасибо. Спасибо.